Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шары. Коротко об основных темах выпуска. В домах горожан наступает оттепель. В Самаре продолжается подключение отопления в квартирах. Вызвали на ковер в мэрии и призвали к ответу руководителей фирм, которые долгое время не платили налоги, аренду за землю и пенсионное отчисление. 74 повода для гордости жители Куйбышевского района рассказали, какими достопримечательностями Самары гордятся. Потепление неизбежно. В Самаре продолжается подключение отопления в домах. В первую очередь тепло появляется в объектах социальной сферы, затем в жилых домах и офисах. Как идет процесс потепления, расскажет Марина Матвейшина. Шерстяные носки и теплые пижамы отправляются на дальнюю полку в шкафу. Один коворот винта и в дом пошло тепло. Магии никакой. Процесс давно отработанный, да и все лето готовили систему к отопительному сезону. Но все равно слесарей сантехников в это время олицетворяют с добрыми волшебниками. Процесс тут занимается. Сначала дом заполненный, просто включаем на циркуляцию, через обраточку задавливаем и потом сбрасываем в воздух и все. В первую очередь подключают отопление в детских садах, школах и больницах. Те соцобъекты, что находятся на первых этажах жилых домов, не исключение. Для жителей этих домов приятный бонус. У них первых потепляют батарею. У всех остальных отопление будет подключено до 10 октября. Опасения вызывали дома, где в рамках программы капремонта меняли систему отопления. Но городские власти держат эти адреса на контроле. По поводу пуска тепла и всей недоделки районам, обращаясь на фонд капремонта и те ремонты, которые сегодня, они могут выплеснуться наружу. Чтобы мы вот эту ситуацию понимали с вами об этом и больше на эту тему не говорили. Каждый день в пять вечера первому вице-мэру докладывают оперативную обстановку. Возникающие проблемы решаются в рабочем порядке. А через две недели начнет работать горячие линии по вопросам отопления. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков, События. Вызвали на ковер. Когда заплатят долги этот вопрос в городской администрации, представители межведомственной комиссии задавали руководству фирм, которые длительное время не платили налоги, аренду за землю и пенсионные отчисления. В списке должников оказались 16 организаций. Подрядчики по освоению скважин, строители частной медицинской лаборатории. В бюджет они недоплатили от нескольких сотен до почти 9 миллионов рублей. Большинство компаний пообещали рассчитаться с долгами в ближайшее время. Созлостных уклонистов от уплаты налогов взыскивать деньги будут через суд. Когда выявив неплатильщиков, мы с ними ведем профилактическую работу. Они до заседания комиссии в основном оплачивают все долги свои. Но вот кто не оплачивает, мы сегодня пригласили на комиссию. Причина, если они уважительные, поймем неуважительные, значит будем наказывать. Меньше затрат, больше эффективности. Такой курс взяла губернская дума нового шестого созыва. Поздним вечером закончилось ее первое заседание. Состав депутатов определили прошедшие 18 сентября выборы. В итоге губернская дума обновилась почти наполовину. Какие решения принял новый парламент, расскажет Валерия Макарова. Первое заседание губернской думы нового созыва длилось больше трех часов. Все решения депутатов касались, что вполне естественно, самой думы, ее структуры и предстоящие работы. Избран председателем стал Виктор Сазонов, возглавлявший областной парламент последние 15 лет. Первым вице-спикером стала Екатерина Кузьмичева. Назначены и еще три заместителя. Это представители партии «Единая Россия», «КПРФ» и «ЛДПР». Определились и составы думских комитетов. Их в этом году 11 вместо 10. В преддверии чемпионата мира 2018 года отдельно выделен комитет по строительству. Стоит отметить, что значительно сократились расходы на содержание губернской думы почти в два раза. Уменьшается количество транспорта для обслуживания парламента. Кроме того, подавляющее большинство депутатов будут работать на общественных началах, то есть без зарплаты. В новом составе депутатов шестого созыва на постоянной основе будет работать 14 человек. Против 35 человек, которые были в предыдущем созыве. Безусловно, это и экономия финансовых ресурсов в значительной мере. По словам губернатора, который был на первом думском заседании, главная цель депутатов – выполнять наказы и работать на благо народа. Конкретных задач у нас очень-очень много. Их придется решать в значительно более сложных условиях. Здесь дефицит бюджета и у нас, и в стране. И каждый рубль должен работать значительно более эффективно. Губернатор и председатель думы поставили перед депутатами первоочередные задачи. Это разработка бюджета региона, совершенствование законодательства по ЖКХ, социальной сфере и местному самоуправлению. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, События. Более 500 школьников Самары на летних каникулах работали на крупных предприятиях города. Рабочие профессии становятся все более востребованными на рынке труда. Об этом ученикам самарских школ рассказывают на открытых уроках в рамках проекта «Кадры». Какие возможности открываются перед будущими студентами, узнала Лариса Шалафаст. Какую профессию выбрать? Для старшеклассников этот вопрос особенно актуален. Чтобы будущим выпускникам было проще определиться со специальностью, в школах проходят открытые уроки проекта «Кадры». Он реализуется в рамках муниципальной программы «Молодежь Самары», рассчитанной на пятилетку до 2018 года. Эта программа способствует успешной социализации и самореализации молодежи. На открытых уроках представители крупных предприятий города рассказывают о возможностях, которые есть у молодых специалистов. Мы приглашаем школьников 8-й или 10-й класса к нам на экскурсию. То есть они приходят к нам на предприятие. Мы им рассказываем про историю, показываем музей. У нас очень хороший музей. И вводим в один-два цеха, чтобы они на практике посмотрели. Познакомились с такими же молодыми ребятами, которые после техникума, после вузов пришли. Открытые уроки в самарских школах будут проходить до конца года. Планируется, что такие познавательные встречи посетят больше двух тысяч человек. Некоторые же до сих пор не определились, чем будут заниматься в жизни. Поэтому нужны. Сейчас тоже буду слушать внимательно. Может, передумаю. Точно выбора так еще не сделаем. Крупные самарские предприятия уже давно сотрудничают с молодежным центром. Только в этом году за лето на производство устроились более 500 школьников. Работали помощниками специалистов, подсобными рабочими уборщиками. Возможность трудоустроиться есть и сейчас. Сейчас, также на осенний период, у нас также идет набор желающих поработать в течение буквально до трех недель. Свободное от учебы время на том или ином предприятии города. Получить заработную плату. В этом году она рассчитывается из расчета 7500 рублей за полный отработанный месяц. Но, конечно же, основное – это профессиональный опыт, знакомство, контакты, которые получает подросток, приходя на то или иное предприятие города. Подробную информацию о вакансиях можно узнать в молодежном центре «Самарский». Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов, События. 74 повода для гордости. У жителей Куйбышевского района спросили, чем гордятся самарцы. Что отвечали граждане и почему поводов оказалось именно 74, узнавал Андрей Горгуленко. Жители Куйбышевского района Самары точно знают, чем можно гордиться. Опрос провели члены молодежного центра «Диалог». Выяснилось, что больше всего самарцы гордятся природой края и промышленными успехами. В опросе горожане участвовали с удовольствием. Они уверены, что такие акции повышают уровень знаний об истории города. Конечно, полезны. Почему? Ну как почему? История. Здесь очень много с войны, чтобы жили все в Самаре, не разъезжались по другим городам, как у нас это любят. Число 74 в названии акции не случайно. Столько лет исполнится Куйбышевскому району в 2017 году. Но итоговый фильм «74 повода для гордости» появится в общем доступе уже в октябре этого года. В течение месяца мы опрашивали прохожих о том, насколько они гордятся тем, что они проживают в нашем городе. Также жители говорили о родной Самаре, много пожеланий, передавали привет главе города, говорили благодарственные слова за совершенствование и процветание. Акцию проводили в рамках муниципальной программы «Молодежь Самары», направленной в том числе на патриотическое воспитание. Ведь в процессах преобразования городской среды активная позиция молодежи играет важную роль. Эта программа создает такие условия, которые расширяют рамки участия молодого поколения в политике. Один из примеров – волонтерское движение, которое успешно развивается и в стенах Центра «Диалог». Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов. События. Далее коротко о других темах дня. Перенесенный запуск Самарского Союза ФГ с кораблем «Союз МС-02» предварительно назначен на 19 октября. Окончательную дату установит Госкомиссия. Как сообщалось ранее, не полетевшие на МКС экипаж и их дублеры до определения новой даты старта еще 19 сентября возвратились с Байконура в Москву. Причиной переноса запуска с 23 сентября на неопределенный срок стало механическое повреждение, приведшее к короткому замыканию электрического кабеля. Самарские спасатели всю ночь искали двух заблудившихся женщин-гребняков. В районе поселка Вентай заблудились две 76-летние пенсионерки. На место выехали спасатели поисково-спасательной службы. Поддерживать связь удавалось только с одной из пенсионерок. У другой села батарейка в телефоне. Поиски продолжались всю ночь. Их смогли найти только сегодня, 28 сентября, в 7.30 утра. В Самаре полицейские пресекли попытку сбыта 16 килограммов синтетического наркотика. Мешок и три полимерных пакета с запрещенными веществами обнаружены при обыске в гараже у 25-летнего подозреваемого. Кроме того, полицейские нашли различные вещества, которые, по версии следствия, использовались для изготовления наркотиков. В отношении 25-летнего хозяина гаража возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В Самаре превышенный ПИД-порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ. В период с 19 по 25 сентября в области зарегистрировано свыше 11 тысяч случаев заражения. Как сообщает Роспотребнадзор, в сравнении с прошлой неделей отмечается рост заболеваемости на 24,5%. Меж тем в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. Планируется сделать вакцину около 40% населения. По Самаре будут курсировать 10 новых трехсекционных трамваев. Соответствующая заявка была размещена на официальном сайте госзакупок. Согласно условиям торгов, трамваи должны быть доставлены заказчику не позднее 20 января 2017 года. А это значит, что все они уже в начале следующего года должны выйти на городские маршруты. Для того, чтобы облегчить нагрузку на бюджет, трамваи будут приобретены в лизинг. А вот о чем мы расскажем в следующих выпусках. Девушки выбирают хайки. С начала года в Самарской области служить по контракту отправились 800 человек. Среди них 18 девушек. Все вопросы, связанные с кадастровой стоимостью имущества, в Самаре прошла прямая линия Росреестра. В доме, где резной палисад на старинном особняке в Самаре, сегодня появилась новая резьба. Наш следующий выпуск в 17 часов. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова